ассаламу алейкум ва рахматулла ва баракату приветствуем всех наших подписчиков всех любителей овец гесарской породы и также аборигенных среднеазиатских овчарок в таджикистане их называют саги дахмарда саги чукуни саги туджики но это приатарные среднеазиаты аборигенные вот мы здесь видим а тары сыновей коджи мирзо карима мирзо рахимова вот на переднем плане у нас отара абдурахмона у джи тоже и мы видим что они возвращаются с гор спустились уже через перевалы 2 перешли и уже находится в окрестностях зиде это варзоб посмотрите насколько отличаются сейчас овцы от того что мы видели весной снимали весной поразительно набрали столько килограммов посмотрите какие овцы матки крупные красивые там бегают вот за ними это вот щищак гоняется вот на заднем плане обязательно собаки есть которые охраняют это все богатство козы конечно же присутствует ягнят мы видим которые уже тоже размером со своих матерей и кучкары вот они активно оплодотворяют и мы видим результаты скоро увидим конечно же самое главное это овцы хотя без ишачков без собак никуда не деться нашим дахмарда дахмарда это чабаны которые круглые сутки наблюдают и охраняют этих овец и вместе с ними помогают им конечно же апарегины среди ассе овчарка вы их увидите вон они на дальнем плане есть там вот отара стоит козы очень наима воде смуила спускаются тоже оттар много сейчас все оттар и идут вниз это уже 13 числа снимали сентября и посмотрите какие овцы все ровные красивые снимал это все абдурахмон сам переслал через ватсап к сожалению не такое качество как хотелось бы но уже иншаллах я вот тоже через несколько дней сам прельчу таджикистан и уже поснимаем говорится но здесь даже при плохом качестве видео видно насколько отличное качество у этих на тар вот в а тарах у димирзу карима покойного мы видим какой стоит порядок овцы действительно в отличном состоянии в рабочем все они уже от банитировались но еще как говорится будет банитировка продолжаться все время потому что отбираются для дальнейшего продолжения породы лучше из лучших вот худшие отсеиваются но здесь мы видим что на подножном корме травы уже почти нет совсем сухая трава тем не менее овцы выглядят великолепно потому что вот именно в этой осенней травы скопилось очень много энергии как раз сейчас и юган высох весь а юган это очень активная такая трава она дает много энергии питательная не нужно никаких подкормов и вот эта чистейшая вода с гор которая сейчас если вот зарезать любую это овцу то получится замечательный или плов либо шашлык дам лама шурбо всевозможная пища вот немножко овца видимо ногу под подвернула тянет но овцы матки смотрите на загляденье просто посмотреть это просто какое-то чудо действительно гисарская порода овец это чудо из чудес они как говорится буквально ни на чем набирают вес не нужно за ними ходить убирать и стоило как говорится выводить заводить кормить их зерном вот они на обычной траве таких вот результатов добились это конечно же плод селекции многовековой и здесь вот хорошо видно особенно посмотрите и овцы матки и ягнята здесь и догарчик есть молодые баранчики и ярочки как они набрали лесу смотрите это овцы матки идут вот смотрите овцы матка размером с кучкаров конечно же на загляденье этой есть чем гордиться вот кстати вот абдурагма мне сегодня звонил и сказал что они будут сокращать одну а тару но только вот а тару полностью отдадут в руки тому кто будет заниматься вот так что телефон и внизу указаны можете им звонить вот одно а тару они будут сокращать потому что на пастбище уже места нету а овец содержать надо так что вот кому повезет полностью сборе а тара включая как они сказали что и собака который уже знают этих овец но опять таки скажу что собак у нас не продают таджикистане это считается угол ну грех короче вот поэтому собак только дарят по собаки это важно составляющая часть а тары конечно же и здесь мы видим что вода на и чистейшая приедем и мы иншаллах вот поедем туда в сторону куктепа последний последнее селение которое находится на территории зиде вот перед одесса хоком есть такое место мазар там вот там вот эти вот источники протекают а вот здесь мы видим новое поколение новые песики это старая сука а вот это ее дети вот они вот причем тут две суки такая одна больше в заводском типе такая крупная и от нее крупные дети родились а вот эта маленькая от нее поменьше дети родились но вот кстати вот поменьше дети которые как говорится застращали вот этих крупных характером видимо совсем другие а не какие-то более агрессивные но это по со слов абдурахмона овец мы посмотрите какие вот одна в одном тютелька в тютельку капелька в капельку замечательный и в опять вернемся вот так вот этот вот щенок крупные суки вот этот вот этот еще один и вот этот тоже а вот это вот уже от мелкая суки 2 вот они видите их здесь побольше ну было всего 7 по-моему осталось 5 что ли собак но вот эти вот которые от мелкой суки родились они такие агрессивные оказались вот такая хол здесь тоже находится вот я шарифа не вижу или здесь шариф тоже я не узнаю как говорится его в гриме вот тоже ну вот на стоянке а кай хол ему 60 лет больше даже ну вот он все еще с овцами бегает как молодой он любит распевать песен на вот видите смотрите как атакует вот это вот более мелкий атакует более крупного прижал его тот показав как говорится подчинение поджал хвост вот отошел в сторону стоит ждет команды а те уже активно увидеть вокруг отары смотрят и там другие отары стоят и не смешиваются потому что вы собаки верно охранять посмотрите вокруг ходит как говорится дозором вот такой вот спецназ потому что на высотах они привыкли ходить до 4 тысяч метров даже выше бегают по этим горам как мы по ровной к грязи земле ну и конечно же вот и гисарские овцы которые как можем много раз отмечали что аватарах сыновей очень между карима овцы как в одну одна в одну вот у нас город азиак улаб кэрдаги то есть сделаны из одной формы вылитым и вот это показатель породности и то что вот они как говорится несут себе гены еще тех овец которых привозили из фархарского района и из там там племенного хозяйства гисар а также из совхоза имени путь ленина роги ленин и все это вот оттуда все идет ну и конечно же козырь тоже вот это знаменитая порода фархарских овец которые и для мяса подходят и доят их и шерсть у них длинная хорошая получается пусть так хорошие но опять-таки для дахмарда все очень важно и ослы должны быть очень сильные крепкие чтобы таскать на себе огромный груз потому что они должны вот воду эту поднимать наверх когда нужна необходимость когда возникает необходимы и хорошие дахмарда сами ребята которые помогают помощники чипаны собаки нужно и уметь готовить надо уметь смотреть за овцами распознавать болезни если нужно лечить вывихи переломы в общем все качества необходимые людям и животным я думаю что на этом мы постепенно будем завершать наш репортаж вот некоторые кадры повторяются ну потому что не устаешь наблюдать любоваться этим совершенством природы этим совершенством селекции которая велась на протяжении многих сотен лет и конечно же вам желаем желаем вам мирного неба над головой удачи успехов смотрите дальше удачи 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 удачи